Дорогие болельщики, год был непростой. Добрый вечер. А Володька в студии? Сегодня стало известно о подписании контракта Дениса Глушакова с Химками. Я тренировался все это время, я же не сидел просто и кукурузу не охранял. То есть ты сейчас спокойно можешь сказать болельщикам, что всем привет, легенда вернулась домой. Легенду дома. Почему Химки пытались перехватить трансфер Рандона у ЦСКА? Хотели получить связку Глушаков-Рандон. Что подписал Кокорин при выходе из тюрьмы? Пак о ненападении. Привет. Сделаем красиво. А главная новость последних дней – переход Александра Кокорина в Фиоренцину. Согласован годичный контракт. Это прекрасная сделка шарлатанов. А если брать до этого в лиге серия А, мне очень нравился Роналдо, который толстенький. Сын Андрея Аршавина на днях перешел в Академию Московского Спартака. Начнем разваливать Спартак снизу. Изнутри. Цели на будущее вообще? Стать лучшим в России постараться, а потом уже в мире. В России в какой команде? В ЦСКА, наверное. В ЦСКА? Да. Еще один необычный момент. Такое четыре. Вот это сейчас Сальников зря. Вперед и замахивается. А вот Маслов. Игрок Спартака, кстати, вынес в вода Абликова, игрока ЦСКА. Друзья, мы в прямом эфире. На нас смотрит весь мир. Супер! Бастян Шиманськ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Я не подал человек жизни, я не крыса. Все мы грешные, к сожалению. Насколько самому приходится тяжело, потому что во втором голе там Промис выкручивал позвонки. Артем Дзюба решил сменить имидж. Усики, пропуск, штрафной соперника, удар, гол. Артем Дзюба в роли Человека-паука. О чем ты говоришь? Это Артем Дзюба? Да. Но я не знаю, честно, что двигает человек. Артем, а кто это для тех, кто не знает? Надо знать, это Дэдпул. Что он умеет? Умеет все. Самая лучшая у него регенерация, так что это я. Вроде решил ему одеть красный. А вот когда ты не тренируешься, чем ты скрашиваешь свой досуг, Артем? Ой, чем я только не скрашиваю. Надо себя не вздрочнуть. Покажи мячи. Туэр. А вы смотрели это видео, да? Не до конца. Всем показал, что нужно делать дома Дзюба. Великолепную пятеркой на руке. Я ночной хулиган. Не в том году на российских футболистов надели наручники. Левая моя, как у Ревалда, как у Веретенникова, не подвела. С каждым годом я становился лучше, как у любой Зинот. Что сказал Илон Маск, когда увидел Заболотного? Охренеть, выглядит почти как человек. Случайности не случайны, как говорили в кун-фу панде Черепашка. Хотелось бы, чтобы сейчас Сочи нашла уже того нападающего, который может со мной конкурировать. Он был более заметен, если играешь вот в наконечник, в Дзюбе. Может быть, в раздевал. Сейчас, вот, сейчас, чё. Кто говорит Дзюбе, когда он заходит в сэкшоп? У нас со своим нельзя. Подъехал КАМАЗ шуточек за 200, конечно. Интернет подключили, что ли, там всё время что-то там выдумываете. Кабаленко, пас на Галдобина, прострел! Если бы яснее была голова, не было бы работы, не было бы проблем. Нет, ползи нет! Не было бы девушки, которая хочет детей, свадьбы, не было бы квартир. У меня была бы ясная голова, я бы, конечно, обыграл, забил. Карин, момент, и не забивает Милкадзе. У него ноги кривые, у него реально кривые ноги, колесо. Щербаков продолжается. Щербаков, вот это сейчас... Конечно, Абдусаламова выключили. Ух ты! Ой-ой-ой-ой, мать моя женщина! Щенников, и вот он удар в створ ворот, где Кильерме! Возможность для удара у Кадири, он бьёт! Ох, как опасно! Форвардом в отсутствии Соболева. Мяч возвращает. Ой-ой-ой! Я смотрю, смотрю на футбол сегодняшний. И вижу им патентов на футбольном поле. Нету такого игрока великого, которого бы не хейтили. Как будет называться чемпионат России, если в одной лиге будут играть Динамо и Динамо 2? Чемпионат с двойным дном. Лучший игрок первого тайма, на ваш взгляд. А его не было. Шапи, это Володька. Слушай, скажи, а вы кроме ударов там ещё что-нибудь делаете? Бегаете хотя бы там, рвочки, я не знаю. Вы улыбаетесь? На. Я улыбаюсь, какой-то вопрос был. Андрей, здравствуйте. Вы же за Динит играете? Да. А вы знаете, что есть такой футболист с вашей фамилией Александр Мостовой? Да. Вы рады оказаться в сборной России? Да. Спасибо большое, было интересно. И, кстати, хотел ещё привет передать многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке Флюгер. Привет. Зуба Пидор. ины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...